Здравствуйте, меня зовут Хромушин Ванимир Владимирович. Я являюсь председателем общественного движения «Свободный Донбасс» в Никитовском районе. Наше движение существует с 2014 года. За период нашего движения было организовано в Никитовке самые тяжелые во времена обстрелов волонтёрское движение, за счёт чего были гуманитарные продукты, гуманитарная помощь доставлялась жителям Никитовки, Никитовского района. На данный момент мы занимаемся вопросами социальными, политическими и по ЖКХ. Во время боевых действий 2014-2015 год в Никитовке были проблемы с транспортом, были проблемы с автобусным движением. Все эти вопросы были подняты. Также с нами было, нашим движением было отправлено ребёнок. К нам обратился человек, Гайдучкова, что у неё тяжело больная дочка. Была организована отправка. Сначала состыковались с доктором Лизой и организовали отправку этого ребёнка в город Москву. Сделана была операция на сердце. Ребёнок на данный момент дома. Ребёнок идёт на поправку. Мы следим за её здоровьем и за её дальнейшим развитием. Также люди обращаются по жилищно-коммунальным вопросам. На данный момент сейчас стоит острый вопрос по улице Фруктовая 11. Там срезала дымоход, людей заливает. Этот вопрос сейчас поднят, этот вопрос на контроле. В ближайшее время он будет решённый. Также ко мне обратились по поводу улицы Брестской. Там немножко есть проблема в чём? В том, что коммуникация, водяная линия, она принадлежит железной дороге. И пока на данный момент её раз сделали, два делали, там труба пришла в негодность. Но вопрос этот на контроле, и вопрос этот будет тоже в ближайшее время решён. Также нашим движением была проведена встреча 5-го числа в ДК Никитовского района с жителями района. Были подняты острые проблемы, острые вопросы. Значит, депутаты Народного совета первого созыва, это Крикуленко, Темченко и Сереженко, они сейчас занимаются этими вопросами, все, которые были подняты. Все эти вопросы рассматриваются. И будут обязательно выполнены. Также я хочу отметить, что в мою сторону очень часто я слышу, что звучат обвинения по поводу того, что я якобы продаю волонтёрскую гуманитарную помощь и тому подобное. Значит, все эти обвинения неправды, это всё фальс. Я хочу сразу поставить перед всеми жителями Никитовского района, значит, что я с августа месяца не имею отношения абсолютно никакого к гуманитарной помощи. То есть я физически не могу ни продавать её, ни получать её. Поэтому все эти разговоры, я считаю, что это не есть правда, и чтобы люди на это не ишли. Наше движение приглашает всех, кто не безразличен к судьбе города, к судьбе нашего района. Ступайте. Вместе нас будет много, вместе мы сможем сделать больше. Если будем сидеть по домам, будем ничего не делать. Значит, ничего само по себе не придёт. Поэтому мы приглашаем всех. Значит, в Никитовке, в ДК Никитовский, на следующей неделе, скорее всего, следите за объявлением «Горловка» сегодня, будет открыт, будут, значит, организованы часы приёма. Скорее всего, вторник, четверг, предположительно, там будет до 12, до часов я буду находиться там, буду принимать заявления, будем решать проблемы по району, по Никитовке и по Никитовскому району. Значит, что хотелось ещё отметить. У нас, значит, налажена и организована совместная работа и с мэрией города, и с райадминистрациями. Очень хорошо и очень большое спасибо это председателю райадминистрации Никитовского района, Адея Брашидовны. Она идёт на встречу, она идёт на контакт, она помогает и никогда ничем не отказывает. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова